Дорогие друзья, я передаю микрофон директору Централизованной Библиотечной Системы города Кучугорска, Любовь Николаевна Филипповая. Я для сегодняшней сих программы самая не творческая, если меня не хватит, не насоска. Но для некоторого, как бы, когда не творческая, творческо-закладающая положила нам музыку не хорошо. Так что мы сейчас не только прослушаем доклады нашей главной институты, послушаем вас. Очень сложно в нескольких слайдах уложить все, чем живут сегодня в Библиотеке Мочеверская. Моя презентация — это некоторые акценты к тому, что мы считаем особенно важным, и что поддержано нашими жителями, и что может быть делает нас непохожими на другие ЦБС-области. Мочеверск — очень маленький город, компактный, как вы могли понять сегодня из фильма. И библиотечная система наша маленькая — это четыре городские библиотеки. Центральная городская, Центральная детская, экологическая и Центр семейного чтения. Вот некоторые статистические характеристики нашей работы, вас в очередь не станет. Прежде чем рассказать непосредственно о нашей работе, хочу подчеркнуть, что успех во многих направлениях деятельности обусловлен поддержкой городского сообщества. У нас много друзей, социальных партнеров, единомышленников. И среди них, прежде всего, администрация города, компания «Нарникель», социальные учреждения, предприниматели, духовенство, общественные организации. Мы все делаем одно дело — работаем для людей, стараемся, чтобы жизнь в городе стала лучше, комфортно. Недавно в популярном издании «Аргументы и факты» была опубликована статья «Тихая революция» в изменениях в московских театрах, музеях и библиотеках. И о том, для чего это делается. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что такая тихая революция случилась и в Мочеворске, и она победила. И все возможности современных технологий, доступные столице, предоставлены и нашим горожанам. Это и электронный каталог, выложенный на официальном сайте, и компьютерные залы с бесплатным интернетом, и Wi-Fi, и удаленное продление книг, и другие онлайн-сервисы, и многое другое. С 2006 года работает официальный сайт СБС. И сегодня это очень востребованный информационный ресурс, на формирование которого направлены значительные интеллектуальные силы коллектива. В прошлом году запущена обновленная детская страница, которая практически является самостоятельным ресурсом для детей. Третий год реализуется очень значимый для нас интернет-проект, краеведческий портал Мочеворска. Получивший высокую оценку специалистов, как им приходилось работать с ресурсами по краеведению Мочеворска. Наши библиотеки очень активны в социальных сетях. И подтверждение тому, участие в форме социальных технологий, который прошел буквально в субботу в Мочеворске, нашего специалиста Ирины Рязкина, она сегодня здесь с нами, в работе одной из площадок в качестве тренд-сеттера, одного из наиболее влиятельных людей в сетевом сообществе Мочеворске. Причем эти люди выбираются на основе анализа количества подписчиков и активности блогов, независимых специалистов. На сегодняшний день у нас 9 тематических страниц в социальной сети. Учитывая тенденцию к чтению книги в цифре у молодого поколения, мы предоставляем бесплатный доступ к ведущим электронным библиотекам России, открытый виртуальный читальный зал Национальной электронной библиотеки, президентской библиотеки имени Бориса Ельцина, во всех библиотеках, обслуживающих детей, открыт доступ к Национальной детской электронной библиотеке. Много лет Мочеворская ЦБС вкладывает интеллектуальные ресурсы в создание собственных баз данных, в том числе полнотекстовых. Еще 15 лет назад ЦБС приступила к формированию полнотекстовой электронной коллекции кривейческих документов «Русская Лапландия». Сегодня это уже полноправная кривейческая электронная библиотека, доступ к которой осуществляется через наш сайт. Более 10 лет реализуется проект по цифровке местных газет «Память Мочеворска». Хочу привести небольшой пример вот такой востребованности создаваемых ресурсов ЦБС. Некоторое время назад к нам в Мочеворск приезжал профессор из Америки, занимающийся, изучающий историей, период истории постиндустриализации в СССР в 40-50-е годы. Информацию о наличии такой базы он получил в интернете, и, кстати, вот через Мурдовскую областную библиотеку вот доехала до нас. Мы были гордыми. Кстати, был приятно удивлен технологическим состоянием нашей библиотеки. Абсолютно эксклюзивной деятельностью нашей ЦБС является распространение автоматизированной библиотечной информационной системы ИРМС. Еще 14 лет назад мы, получив лицензию дилера на поставку и сопровождение этой системы, заключили первый договор. И сегодня уже 18 ЦБС являются нашими партнерами. Сегодня здесь нет, поскакивая Светланы Зосимовны, но она бы нам могла подтвердить вот наше участие и вклад в информатизацию не только в библиотеку Менчегорска, но и всей Мурманской области. Особое место в нашей жизни взимает проектная деятельность. Это то, что позволяет нам двигаться вперед, воплощать участие, приобретать новых партнеров, позволяет видеть новые горизонты развития и, безусловно, укреплять материальную базу, создавать новые пространства для горожан. Свой первый грант Менчегорская ЦБС получила еще в далеком 1997 году от фонда «Евразия» на организацию муниципального информационного центра. Это были 10 тысяч долларов. С 2011 по 2017 год реализовано 14 проектов в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» Норникеля на общую сумму более 6 миллионов рублей. Это самые разные проекты, направленные на содействие социальной реабилитации инвалидов, развитие творческого потенциала детей и подростков, благоустройство территорий, внеурочную занятость детей, сохранение исторической памяти Менчегорская и многое другое. Все проекты объединены одной целью – повысить качество жизни Менчегорского. Техническая и технологическая модернизация библиотек – это не самоцель. Все эти перемены обусловлены стратегической целью – сделать консервативные учреждения, какими в течение многих лет были библиотеки, удобными и привлекательными для всех категорий граждан. Библиотека – это универсальная территория. Каждый находит здесь что-то свое, личное, необходимое и важное только ему. Нужную информацию, уединенное место для техочтения, или наоборот – шумную компанию для коллективной игры. А еще – это возможность реализовать себя в общественной деятельности, найти единомышленников и сообщать, делать добрые дела для города. Это то, о чем говорил сегодня Дмитрий Геннадьевич. Библиотека последовательно реализовала ряд собственных программ, направленных на активизацию гражданской активности в городе, а также является надежным партнером КГНК, при поддержке которой в последние годы организуются встречи и семинары по этому направлению. В муниципальной библиотеке часть социальной инфраструктуры и проблемы, над решением которых работает городское сообщество – это наши проблемы. Одна из таких проблем – отток молодежи в столичные города. И многие проекты, реализованные в ЦБС, в том числе были призваны оказать содействие решению и этой проблемы. Так, в течение нескольких лет реализуется проект «Молодежный квартал». Три года назад Центральная библиотека получила грант Комитета по культуре и искусству Мурманской области в размере 198 тысяч рублей. Грант небольшой, но сам процесс реализации этого проекта заставил нас по-другому взглянуть на работу с юношеством, встряхнуться, уйти от стереотипов. Были использованы совершенно новые форматы общения. В результате о классической литературе, на патриотические темы, об истории Отечества ребята стали говорить с интересом, увлекаясь новыми предложенными форматами общения. Что особенно радует? Соня юношеского чтения сейчас постоянно тусуется, простите за это слово, молодежь. Они общаются друг с другом, их не привели, они сами пришли, играют в интеллектуальные игры, разговаривают, что-то придумывают мастеря с библиотекарями. И приходят даже в выходные дни. Честно говоря, вот у меня не поднимается рука закрыть перед ними дверь. Особое направление деятельности городской библиотеки – вклад в развитие волонтерского движения в Мончегорске. На это были направлены проекты последних лет, реализованные при поддержке нормы Никеля на базе Публичного центра правовой информации. Свежий взгляд – Центр активных людей. И я уверена, что в том всплеске общественных инициатив, интересы к волонтерскому движению в Мончегорске, что прослеживается сегодня, есть и наш план. Универсальная территория библиотеки – это место встречи с интересными людьми, состоявшимися людьми в профессии, в политике, общественной деятельности и состоявшимися именно в Мончегорске. Где родился, там и пригодился. Таков был главный послуж встреч без галстука с молодежью. Ребята общались с главой города Мончегорска, депутатом областной думы, представителями администрации. Я сегодня благодарю всех, Дмитрий Геннадьевич, вас, что вы, несмотря на занятость, приняли участие в этих встречах. И надеюсь, что такой разговор был полезен и ребятам прежде всего, но, наверное, и тем, кто был на этих встречах без галстуков. Как бы стремительно ни менялись технологии, для многих людей живое слово писателя по-прежнему важно. А для нас важно сделать так, чтобы читатели и писатели встретились. Последние несколько лет были богаты на встречи с ведущими российскими писателями. Хочу отметить, что именно ЦБС стал инициатором и организатором многих таких встреч. И для нас очень важно, что не только манчегорцы получили возможность побеседовать с автором, но и историчные литераторы увидели и полюбили наш город и его людей. И все как один отмечали высокий уровень культуры и литературной подготовки. С некоторыми из этих писателей в библиотекаре завязалась настоящая дружба. Вот как у Ольги Николаевны с Дмитрием Емцем, например. Но не только столичным гостям рады в манчегорских библиотеках. Активно сотрудничаем мы с писателями поэтов Югольского края. Вот, например, через неделю ждем Михаила Ирешенко к нам. Мы не ищем легких путей. Пять лет назад Манчегорск присоединился к международной образовательной акции «Тотальный диктант», организатором которого в нашем городе выступила ЦГБ. И до настоящего времени мы остаемся единственной площадкой в городе, на базе которой проходит эта акция. Радует, что педагоги откликаются на предложение как диктовать, так и проверять работы. Хочу отметить, что в нашем городе живут люди, активно поддерживающие эту патриотическую акцию. Вот от года количество участников растет. Диктант писал и глава города, Дмитрий Геннадьевич. В этом году писал диктант депутата областной думы Иванов со своей дочерью. Мы не боимся брать на себя ответственность. Каждый раз, начиная новое интересное дело, присоединяясь ко всероссийским акциям, мы вдруг оказываемся ответственными за эту работу в масштабах города. Так было с «Тотальным диктантом», так стало и с «Виртуальным бессмертным полком». Вот уже три года специалист Мочегорской ТПС Анникова Татьяна, она сейчас видит совсем в другом облике, хорошо знакомая многим коллегам, как главный эксперт по Ирбису, является бессмертным координатором «Виртуального бессмертного полка» в Мочегорске. Благодаря ее непосредственному участию на сайте бессмертного полка опубликовано более сотни историй солдат Великой Отечественной войны, дружников тыла, родных и близких мочегорцев. Это не глобальный проект с большим количеством участников. Вот Дмитрий Геннадьевич подчеркнул, что многие вещи мы делаем неформально, а с душой, потому что так надо, так мы чувствуем. Это индивидуальная и очень кропотливая работа с теми, кто решил рассказать миру о своих родных участниках войны. И это наш долг перед людьми старшего поколения. Это то, что пропущено через сердце. Также неформально проходят патриотические акции для молодежи. На личном примере своей семьи библиотекари говорят о памяти, о войне и о других серьезных вещах. Несколько лет работает программа «Ветеран в моей семье», в рамках которой специалисты ЦГБ на примерах собственных родных рассказывают о том, каким образом можно найти, например, информацию о близких на федеральных сайтах. Библиотека — это место духовного и личностного роста. Более десяти лет дружбы и партнерства она связывается с Свято-Вознесецким кафедральным собором. Кроме ставших традиционно нерегулярными встреч, стараями и счастливой памяти отца Иоанна, многолетнего настоятеля нашего собора, в Центральной библиотеке сформирована богатая библиотека православной литературы. И я много раз наблюдала, как меняются лица подростков из группы риска после разговора со священником на темы нравственности, добра и зла. И горжусь, что наша библиотека имеет благодарственные письма от настоятелей Свято-Вознесенского кафедрального собора за соработничество в духовном воспитании молодежи. Одним из стратегических направлений нашей деятельности является социальная реабилитация и адаптация инвалидов. На базе наших библиотек неоднократно проводились выездные областные семинары. Библиотеки становились победителями областных конкурсов по обслуживанию и лицинвалидностью. Но главная награда для меня – то, что со мной на улице здороваются ребята-инвалиды, для которых за последние годы библиотека стала ранним домом. Много лет ежегодно проходит конкурс компьютерного творчества для инвалидов, который вызывает огромный отклик у горожан. В качестве партнеров и спонсоров в конкурсе активно участвуют и политические партии, предприниматели и многие городские организации. Мы дышим, живем в унисун с городом. Большой праздник в городе – наш праздник. Теперь у нас есть традиционные места-локации на общегородских гуляльях. И традиционными для специалистов библиотеки и узнаваемыми для горожан стали интерактивные площадки библиотек города на проводах зимы, дни города, дни России, дни молодежи. Библиотеки ищут и находят новые форматы работы, выходя за рамки привычной деятельности. Мочегорск – город талантливых людей. Зал литературу по искусству Центральной библиотеки много лет собирает жители города на воскресные гитричи с местными художниками, музыкантами. Здесь постоянно размещаются выставки мочегорских живописцев. В последнее время настоящий бомб переживает декоративно-прикладное творчество, всевозможные ремесла, рукоделия в разных техниках. И все мастер-классы, организованные в библиотеках, пользуются таким интересом, что просто не хватает места, чтобы удобно разместить всех желающих. И в этом году началась реализация нового проекта, поддержанного Норникелем именно в этом направлении. Начиная с 2010 года в ЦГБ проводятся занятия по формированию компьютерной информационной грамотности пенсионеров. И несмотря на то, что группы занимаются практически нон-стоп, в конце очереди не видно. Наши подопечные в последнее время заметно продвинулись. И результатом этой деятельности стали ежегодный конкурс компьютерного многоборья, компьютерной ассо. Библиотека регулярно готовит участников всероссийских соревнований на компьютерной и по компьютерной грамотности для пенсионеров. Важную роль в работе всех без исключения библиотек занимает работа и популяризация знаний о родном крае. Большой резонанс и отклик среди жителей Мочегорска имел проект «Народная память Мочегорска». Мы сами не ожидали такой волны интереса к коллегическим экспедициям по местам расположения в бывших рабочих поселках. К стеклу вечеров мы жили по соседству, когда люди, встретившись через десятилетия, очень эмоционально и трогательно вспоминали свою молодость. Итогом исследовательской деятельности стал сборным к воспоминаниям с одноименным названием. И сегодня живет и процветает группа ВКонтакте, объединившая ночегорство интересующихся историей города. Наверное, в каждой детской библиотеке Мурманской области есть яркие, красочные книги, изданные при поддержке Нурнепеля «От труды до металла и тайны Лапландского заповедника». Автором этих книг и многих других является наш земляк, почетный гражданин города, крылья, писатель, поэт, большой друг библиотеки Геннадий Абинцов. Поэтому идея создания музея в детской библиотеке была абсолютно логичной. Главная идея не только сохранения и популяризации наследия нашего земляка, но и вовлечения детей в крыльевическую деятельность. В рамках проектора работала школа юного экскурсовода, причем дело было поставлено на очную основу. Ребята посетили областные музеи, получили навыки ведения экскурсий, а потом прошли творческие конкурсы, в том числе на лучший городской маршрут. Мы гордимся тем, что у нас есть то, чего нет ни у кого, например, литературный парк Центральной детской библиотеки. Когда в 2004 году библиотека переехала в это здание, рядом была просто прилегающая территория с остатками железной конструкции детского сада. Но постепенно, благодаря энтузиазму и стремлению к лучшему, детвора имеют безопасную, благоустроенную территорию. А мы – место, где в любое время года проходят масса интересных мероприятий для детей и для взрослых. Экология – важнейшая составляющая нашей жизни. Она из библиотекций ВС так и называется – экологическая. В Мочеворске хорошо знают экологический десант Дени Мандры, который ежегодно без труда собирает больницы участников. Знаками для горожан стала городская экологическая акция «Экосурка» вместо полиэтиленового пакета, в которой участвовало более 200 человек. Это очень характерно для библиотеки. Сама маленькая, а дела большие и важные. Потому и отклик находят в сердцах Мочеворска. В библиотеке в этой работает детская творческая площадка «Экокадр», где дети и подростки под руководством специалистов библиотеки создают революционные мультфильмы экологической и критической направленности. С тех творчеством вы еще сегодня познакомитесь. А еще там есть живой уголок, который обожают дети. Кстати, все у нас организовано по санитарным правилам. Подписан договор на обслуживание светлечебницей. И мы же черепахи регулярны анализы. Есть у нас и самая молодая библиотека. Ей всего 15 лет, подросток еще. Это центр семейного чтения. Интересно, что уже через 5 лет после открытия эта библиотека стала лучшей в регионе в одной из номинаций областного конкурса. Этот коллектив очень глубоко и разнообразно работает с семьей. Одно из ярких подтверждений тому реализованный в течение двух последних лет проект «Нескучная продлёнка», направленный на организацию занятости детей и подростков во внеурочное время, прежде всего из семей социального риска. Главная оценка нашей работы – не знание и награды, а то, как оценивают наши горожане. В Мочегорске есть особый знак – общественное признание. Он вручается торжественно в день города главой Мочегорска при большом скоплении народа. Претенденты на награду выдвигаются, а потом их выбираются путем народного голосования. Библиотеки были неоднократно лауреатами этого диплома. И команда Центральной городской библиотеки, и Центральной детской, и экологической. Вот такие они, наши библиотеки. Очень разные, яркие, нестандартные, самобытные. Но их все объединяет одно – любовь. Да, Светлана, макрофон. Любовь к людям, любовь к нашему городу, к своей работе. И несмотря на то, что мы гордимся тем, что нам удалось сделать, но у нас многое еще впереди, и у меня тут вот прям большими буквами написано – «Будем работать». АПЛОДИСМЕНТЫ